Добрый день, продолжаем видеоматериал в рамках проекта Анатомия права и, конечно же, ждем вас на нашей дискуссионной площадке молодежи в возрасте от 14 до 25 лет на наши дискуссионные темы. Все подробности вы можете посмотреть в группе, но сегодня у меня тема, конечно же, посвящена стрит-арту с точки зрения, конечно же, правовых последствий. Конечно же, стрит-арт считается искусством, никто не отрицает, если художник реализует свои творческие способности, все это прекрасно, если это законно, опять же, говорим о законности. Но если незаконно, здесь уже последствия могут быть вплоть до уголовной ответственности. Соответственно, в чем подразумевается законность, уличное искусство уместно, можно реализовать свои творческие способности, порисовать на стенах, если на это есть разрешение органов власти. Соответственно, нарисование на каких-то будках, домах, стенах, каких-то отдельных сооружениях, на транспорте запрещено. Но если это не в рамках конкурса, какого-то фестиваля и так далее. Конечно же, городские мероприятия подразумевают организацию уличного искусства. Здесь ищите правомерные реализации своих творческих возможностей. Но если это сделано не в рамках какого-то конкурса, не в рамках какого-то уличного фестиваля, а просто из какого-то умысла, либо без, захотелось там порисовать на стене жилого дома. Это будет считаться вандализмом. Вандализм – это осквернение зданий, иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте и в иных общественных местах. Вот все, что у нас происходит, рисование на улице, какие бы красивые картины не были. Иногда читаемые новости в центре города, что-то интересное нарисовали, я найду, обязательно вам покажу. Но тут же и закрасили. Если это не разрешено органами власти местного управления, либо городскими органами власти, это мотализм. И здесь различные службы, в том числе и управляющая компания, жилищные комитеты, обязаны отреагировать на данные явления. Да, как бы это красиво не было. Соответственно, если вы хорошо рисуете, ищите все-таки правомерные способы, если данный рисунок даже очень-очень красивый, цветной, радует всем глаз, неправомерен, то, к сожалению, здесь уже могут быть последствия не только как закрашивание вашего творчества, а именно уголовная ответственность за вандализм, максимально до трех лет лишения свободы. Соответственно, здесь можно сделать акцент на эти деяния, то есть вандализм, совершенный группой лиц, и по различным мотивам религиозным, по мотивам политической, либо иной ненависти. Здесь будут уже такие отягочающие обстоятельства, поэтому вот в данном случае стрит-арт, который выполнен неправомерно, считается нарушением. Будьте аккуратны, ищите правомерные способы выражения своих творческих способностей. Всем спасибо за внимание. Пока!